Я приветствую в эфире Ходорковский Лайф, Максим Убросков. Максим, здравствуйте. Для начала скажите, где вы находитесь. Здравствуйте, Ренат. Доброе утро, если можно его назвать добрым. Я сейчас нахожусь в Израиле, на границе с Газой, кибуц Беэри. Один из кибуцов, где произошла резня в последнюю субботу. Нахожусь тут. Да, вы можете вспомнить ваши первые эмоции? Что вы впервые увидели? Картинка, которая была у вас перед глазами? Я сюда прибыл на третий день после резни. Поэтому, наверное, ментально я уже был более подготовлен, чем те, кто прибыли в первые часы или в первый день. Но это все равно ужасно. Это катастрофа, масштаб которой, наверное, мы до сих пор не понимаем. На данный момент известно о 1300 человек гражданских, около 200 военных. Это колоссальные цифры для Израиля, для нашего маленького народа. Если сравнить это с цифрами теракта 11 сентября, который был в Америке, то наши 1300 — это примерно как 40 тысяч американцев. Ну вот просто, чтобы понять масштабы. 1300 на 10 миллионов населения — это очень много. Каждая жизнь дорога. Мы скорбим по каждому человеку. Но я просто пытаюсь передать вам масштаб катастрофы. И это не был теракт, где какой-то смертник или два сумасшедших человека покончили жизнь самоубийством, упав на толпу людей. Это были звери, которые пришли убивать. Они несколько часов резали людей, стреляли. На глазах у родителей убивали детей, стариков, женщин, сжигали в домах. Это, я вам говорю, как очевидец, который видит последствия, находясь в Кибуце уже третий день со вторника. Это просто неописуемо. Мы просто даже не публикуем съёмки, которые мы можем тут сделать, потому что это невозможно передать. Это невозможно передать. А вот эта вот нарочитая и такая во многом показная зверинность этого зла, такая безусловность и такая насмешливая зверинность этого зла. Насколько это, я понимаю, что это вопрос чудовищный, насколько это вообще сплотило еврейский народ, потому что я помню прекрасно по своим посещениям разного рода прогрессивных террористских художественных кружков, что в целом сочувствие Палестине было, наверное, популярной тенденцией, особенно среди таких молодых леваков, даже евреев. Сейчас безусловность в сплочении страны, она вот очевидна вам? Давайте разделять мухи отдельно, котлеты отдельно. Во-первых, солидарность левых с палестинским народом, она легитимна. Это была солидарность с народом. В палестинском народе тоже есть женщины, дети, люди, которые страдают. И арабо-израильский конфликт, он болезнен для обоих сторон. Поэтому я лично правых взглядов, но я понимаю позицию левых. Это легитимная позиция, она имеет место быть, она заслуживает уважения. Мы можем обсуждать очень долго, кто прав, кто виноват, и у кого какие доводы в этой позиции, но она легитимна. Это во-первых. Во-вторых, насчёт солидарности. Наши внутренние, скажем так, тёрки — это наши внутренние тёрки. Враг недооценил, что такое еврейский народ. Мы всегда солидарны, мы всегда сплочены. Никто не делает никаких разделений во время проблем, когда они приходят извне. Враг это недооценил. Враг использовал момент, рассчитывая на то, что раздор нас ослабил. Враг ошибся. Я могу засвидетельствовать, что на парковке резервистов стоят машины со всеми наклейками. Правых лозунгов, левых лозунгов. Тель-Авивские фрики и панки приезжали в ортодоксальные районы забирать еду, которую готовили ультраправые женщины и отвозили эту еду на передовую. Мы все как один народ. То, что мы народ 12 колен, — это наши внутренние тёрки. Внешний враг всегда объединяет. Я хочу добавить к вашему, может быть, вопросу ещё свой комментарий. Небольшой экскурс в историю. Две тысячи лет назад был раскол в еврейском народе. Этот раскол зашёл слишком далеко. И когда римляне пришли и отсадили землю Израиля, в конечном итоге подавили то восстание, которое евреи пытались оказать римлянам, пришёл сюда полководец Титус с большой армией. Он осадил Иерусалим. Во время осады, к сожалению, евреи не одумались и продолжали ослабевать одни и других, два лагеря. Вместо того, чтобы объединиться против внешнего врага, они сожгли склады с продовольствием друг к другу, тем самым ослабив народ внутри города. Титус захватил Иерусалим, разрушил храм, и мы ушли на две тысячи лет в изгнание. Сегодня мы вернулись в нашу землю. Мы строим третий храм, может быть, аллегорично. Мы строим государство для всех евреев. Мы принимаем сюда всех евреев, безусловно, даём гражданство и все полные права. Это наш дом, другого дома у нас нет. Да, у нас был раскол в Израиле. Раскол зашёл далеко. И как верующий, религиозный человек, я вижу в этом божественное проведение. Лекарство от раздора, оно болезненное, как химотерапия. Это горькая пилюля. Нам пришлось её проглотить. Безусловно, внешний враг сплотил нас настолько, что я надеюсь, что этот клей продержится долго, и что мы вынесли урок. Мы должны держаться вместе всегда. Даже когда есть разногласия в народе, они не должны нас разделять. Мы единый народ, и именно таким мы выступим против врага. Одну секундочку. Где-то сзади. Сейчас, одну минутку. Ну да, я как раз хочу обратиться к нашим зрителям. Вы видите, что это действительно включение буквально непосредственно с границы, непосредственно около сектора газа находится Максим Броскин. Наши собеседники. И, знаете, пока вы говорили про вот эти две тысячи лет. Сейчас, одну секундочку. Секундочку, он отъедет подальше, я просто не слышу вас. Да, я вас слушаю. Да, вот эти две тысячи лет цифра звучит. Я тоже много о ней думаю. Я и в тексте своем, в телеграме написал, что в последний раз настолько жестоко убивали детей, младенцев на этой земле две тысячи лет назад. Резали. И вообще вот эта вот ветхозаветность, зла, такая чудовищность, она вот, конечно, больше всего, наверное, поражает. У меня вопрос к вам, как к практикующему психотерапевту. Насколько вот эти события, которые сейчас развиваются в стране, они потребуют в том числе помощи в дальнейшем. Насколько вот этот синдром, травматичный синдром, синдром пережитого, синдром от этого ужаса, пережитого народом, он будет откладываться и действовать в долгосрочной перспективе. И к чему готовится в том числе вам, профессионалам, которые будут помогать реабилитироваться и адаптироваться после безусловной победы, а мы, конечно, понимаем, что победа будет за еврейским народом в этом конференции. Прошу прощения, у меня был входящий звонок, я его бросил. Безусловно, это наносит свой отпечаток. Безусловно, это психологическая травма и на индивидуальном уровне каждый ее переживает по-своему. В данный момент, как говорится, мы все на взводе, адреналин, у нас идет война и все ресурсы брошены на победу. Когда война закончится, мы будем зализывать раны. Каждый по-своему. У кого-то это случится сразу, у кого-то это будет механизм отложить пережитые травмы, у кого-то будет посттравматический синдром. Есть солдаты, которые на передовой, есть гражданские, которые пережили резню и спаслись. Есть семьи тех, кто не спасся. Есть большое количество гражданских, которые находятся под обстрелами. Мы справимся с этим. Говорят, общая проблема, она помогает справляться, когда ты не один в беде. Кому-то потребуется профессиональная помощь. Я могу просто дать пару типов, пару советов на, как говорится, на бытовом уровне. Не держите вещи в себе. Делитесь переживаниями. Бояться можно. Испытывать тревогу можно. Это естественные человеческие чувства. Не надо их стыдиться. Герой — это не тот, кто не боится. Не бояться только в сказках. Герой — это тот, кто может действовать, несмотря на страх. Для того, чтобы страх уменьшить, им нужно поделиться. Это чудо, которое Всевышний сделал в человеческой психике. Страхи растут в темноте. Они превращаются в демонов. Они обладевают сознанием. Когда они видят свет, они уменьшаются. Делитесь с близкими. Если этого мало, обращайтесь к профессиональной помощи. Помощи хватает. Сейчас может быть меньше. После войны будет больше. Первое, что я могу посоветовать, — это делиться страхами. Поговорите об этом с детьми. Дети переживают это по-своему. Они не могут назвать вещи своими именами. Они испытывают тревогу, которую они не могут назвать и определить как что-то конкретное. Но им тоже страшно по-своему. Ваша уверенность передастся им. Ваши страхи тоже передадутся им. Поэтому сейчас каждая семья, каждая община — это один живой организм, где все подпитывают друг друга. Это то, что можно сделать сейчас. Придет время, мы займемся другими инструментами. Важные слова. Спасибо вам за них. И я обращаюсь сейчас к нашим зрителям, которые находятся в Израиле, и которым эти слова сегодня очень нужны. Подпишитесь на канал «Макс Броски и мысли вслух». Ссылка на канал в описании к этому видео. Прямо под этим видео в YouTube. Вы ее найдете, подпишитесь. И вы, я думаю, сможете получить там в том числе какую-то помощь, какие-то слова поддержки, которые, конечно же, всем вам, да и нам на самом деле очень нужны. Наверное, последний вопрос я вам задам, чтобы очень не отвлекать, потому что понимаешь, что очень много работы. Русские. Те русские, которые приехали... Сейчас, одну секундочку, я прошу прощения. Одну секундочку. Отдельно я призываю режиссеров не вырезать эти фрагменты, потому что это как раз показывает контекст, в котором происходит этот разговор, да, и показывает погруженность в Максима внутрь, показывает, что мы находимся действительно непосредственно на границе. Последний вопрос я вам хочу задать. Те русские, которые приехали от войны к войне, вот насколько поведение этих новых мигрантов, новых репатриантов вам кажется достойным? Насколько новые переехавшие ведут себя в этой войне, несмотря на то, что война настигла их в бегстве от другой войны, я честно и уважительно по отношению к Новороднику. Сейчас, еще одну секундочку. Я прошу прощения, я не слышал вас в последнюю минуту. Да, я вас слушаю, я прошу прощения. Все в порядке, мы все понимаем прекрасно. Это я у вас прошу прощения за то, что мы вас отвлекаем. Мой вопрос касался новых репатриантов. Я имею в виду тех людей, которые покинули Россию и бежали от одной к войне, и фактически прибежали к другой. Вот этот образ войны, который не отпускает. Насколько они достойно себя ведут? Насколько вот эти новые граждане Израиля в своем поведении, в беде оказались честны по отношению к Новороднику? Ну, если честно, у меня не было возможности пообщаться много с новыми репатриантами. Мои родственники, например, которые приехали из Украины, я из Николаева, они были, конечно, немножко в шоке. Но у нас в Израиле есть опыт и военного времени, и терактов. Это накопленный опыт, наша уверенность передается им. Например, мои родственники смогли с этим справиться, насколько я осведомлен, довольно героически, учитывая их позицию. Они приехали, как вы сказали, из одной войны и попали в другую. Но наша уверенность в победе, наша сплоченность, наша самоуверенность в том, что мы на правильной стороне. Она передается, безусловно, и новоприбывщим. Наверное, кому-то тяжело, возможно, кто-то захочет уехать. Но и не все, кто сюда приехали, ехали с позиции сиониста или ехали в свой новый дом. Многие приехали переждать. Ну, они видят место не очень удобное. Они могут уехать. Мы всех понимаем, ничего страшного. Каждый справляется с этим по-своему. Есть у Хабенского, он читал рассказы, по-моему, Цыпкина. Я не помню, как зовут автора. Но там есть у него рассказ о репатриации. И вот там прозвучала замечательная фраза, чем отличалась репатриация 90-х от репатриации современной. Мы в 90-м, я приехал в 90-м, мы уезжали навсегда. Вот и всё. У нас не оставалось там никаких мостов. Мы отдали паспорт, у нас было 300 долларов в кармане. И с этим мы приехали в Израиль. Мы ехали навсегда, мы ехали строить свой дом. У меня другого дома нет. Это моя земля, моя страна, здесь мой дом. Мы будем его защищать. Мы будем всё это восстанавливать, когда война закончится. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что мы победим. Спасибо вам большое, Макс. Макс Бородский, психотерапевт, волонтёр, был с нами на связи прямо от границы с сектором ГАЗа. Я благодарю вас за вашу работу и скорейшего мира вам, вашей семье, вашему народу. Спасибо вам. Спасибо вам, Ренат. Всего доброго. Всего доброго. Понравилось это видео? Поставьте ему лайк и подпишитесь на канал Ходорковский лайф. Так мы вместе приближаем не только мир, но и ГАГу. Субтитры создавал DimaTorzok